друзья всем здравствуйте сегодня хотелось бы отойти от темы современности и вернуться к теме второй мировой войны поэтому сегодня у нас западный фронт и операция гриф сама эта операция являлась частью наступательной операции под названием вахта на рейне целью этой операции являлся разгром англо-американских войск в бельгии и нидерландах что по мнению верховного командования должно было привести к заключению сепаратного мира союзниками беда была в том что в конце осени сорок четвертого года германия обладала уже весьма ограниченными ресурсами поэтому чтобы наступление было успешно требовалось какое-то нестандартное решение и у одного австрийского художника она была хитрый план заключался в следующем создать диверсионное подразделение из примерно трех с половиной тысяч человек со знанием английского языка одеть их форму союзников оснастить трофейной техникой и отправить эту команду сеять страх и ужас в тылах противника операция получила название гриф и была поручена отто скорцени этот хрен за время второй мировой осуществил много интересных диверсионных операций каждый из которых заслуживает отдельного ролика изначально перед скорцени появилось две проблемы проблема номер один это поиск трофейной техники если с оружием было еще более-менее все понятно то с трофейной техникой было все очень печально поскольку тяжело достать трофейную технику когда ты все время отступаешь а запросил он немало 28 танков 24 самоходные артиллерийские установки 120 грузовиков 30 бронемашин 100 джипов и 40 мотоциклов вторая проблема это поиск солдат говорящих на английском языке причем нужно было не только знание английского языка но и знание местных привычек наречий а ношение чужой военной формы автоматически превращало бы бойцов этого подразделения в шпионов если бы их взяли в плен за шпионаж военное время могли расстреливать на месте фельдмаршал рунштадт отрицательно высказался о данной операции и отказал скорцени в содействии тогда скорцени обратился кейтелю кейтель не сильно вникая в особенности операции просто разыслал войска директиву со следующим содержанием для выполнения специального задания набираются добровольцы владеющие английским языком американского диалекта добровольцев направлять в распоряжение оберт штурмпанфюрера сс отто скорцени также в его распоряжение направлять все захваченное обмундирование снаряжение оружие и технику армии сша таким образом кейтель фактически раскрыл столь секретную и сложную операцию понимая все это скорцени обратился к гитлеру с просьбой отменить операцию в отмене операции было отказано но в целях конспирации подразделения стали именовать 150 бригадой в начале декабря 44 года началась подготовка диверсантов людей свободно говорящих на английском языке оказалось очень мало поэтому тех кто знал язык назначили старшими групп вне зависимости от воинского звания пленные американские солдаты и офицеры были вынуждены учить немецких диверсантов американским привычкам многим курс обучения чего не дал без акцента по-английски говорили не более 10 человек 40 человек свободно владели английским 150 человек по-английски могли объясняться 200 человек имели школьный уровень английского языка в общем все типично для нашей средней школы на уровне лондон из the capital of great britain и вся эта компания в тылу противника должна была отвечать на вопрос английских и американских патрулей случае неудачи их бы ждал расстрел нормальная такая мотивация получить язык тех кто с боевой техникой дела были еще интересней из того что затребовало скорцение в наличии оказалось только два шермана причем один из них был не на ходу 4 бронемашины м8 два десятка мотоциклов 28 джипов и 8 грузовиков не комплект пришлось восполнить за счет немецкой техники на этом моменте немцам пришла в голову гениальная мысль приделать пантеру в м10 даже по фотографиям видно что между этими машинами общего примерно столько же сколько между ладой приоры и ламборгини марсиалага но это не остановило сумрачный тефтонский гений на лобовой бронелист был приварен еще один тонкий лист он скрывал курсовой пулемет но немцы предусмотрительно оставили лючок и при желании лючок можно было открыть и стрелять из курсового пулемета довольно тщательно скопированы мелкие элементы лобового листа это крюки там всякие петли немцы поработали над башни чтобы придать башни пантеры схожесть 710 наварили дополнительные элементы сзади также приварили лист чтобы скрыть люк выхода из башни поскольку ходовая была принципе разные то немцы решили просто закрыть ходовую экранами получилось не очень похоже но в горячке боя ну ночью в лобовой проекции в принципе можно было принять пантеру замаскированную под м10 действительно за какую-то американскую технику немцы позаботились и о камуфляже машины окрасили в оливковый цвет и нанесли тактические знаки армии сша перед началом операции 150 бригада была разделена на три боевые группы x y и z роту диверсантов также разбили на команды по 4 человека 8 радиокоманд и 7 саперно-подрывных после прорыва обороны противника соединениями 6 танковой армии сс боевые группы 150 бригады должны были обогнать их и смешавшись с вступающими американскими войсками выйти в вражеский тыл еще на этапе подготовки была понесена первая потеря командир боевой группы x подорвался на минимум во время поиска обходных путей во время операции вскрылись проблемы которые были не учтены во время подготовки нужно было не только знать язык и обладать трофейной техникой но и принимать всякие привычки манеры поведения так например немцы не знали надо ли ездить на джипов с включенными фарами или выключенными фарами ночью одна из групп была поймана только за то что они ездили на джипе впятером хотя на самом деле американцы всегда предпочитали ездить втроем другая группа провалилась когда во время заправки по на полевой заправочной станции командир группы заправщику сказал petrol please а американцы всегда говорили газ но были и успехи одна из команд в городке у ю сумела направить американскую танковую колонну по ложному пути другая близ сами вывела из строя телефонную линию и разместила на перекрестке ложные знаки аминирование следствием этих и других подобных акций стала паника вспыхнувшая в американском тылу американцы стали подозревать всех и вся даже генерал брэдли был вынужден доказывать что он не верблюд были придуманы несколько вопросов ответы на которые мог дать только человек который жил в сша уже ночью 17 декабря на совещании в штабе 6 танковой армии сс отто скорцени был вынужден признать что его подразделения не смогут прорваться к реке масс и предложил использовать 150 бригаду на фронте как обычную моторизованную часть что же касается переделанных пантер то когда стало очевидно что операция окончилась неудачей все они с остатками личного состава бригады были использованы как обычные боевые подразделения во время боя блокпостам мальмеди танки под фальшивыми номерами b4 b5 b7 были остановлены и уничтожены еще одна пантера b10 была подбита рядом с железнодорожным мостом между мальмеди и фаллезом ну а в итоге наступление вахта на рейне полностью провалилась в рамках этого наступления была еще одна интересная операция это операция боденплаты если будет интересно я расскажу о ней в следующих видео ну а на этом все с вами был канал военная история еще услышимся друзья всем пока